Адам Смит Владимир Владимирович говорил Я знаю какие здания у нас Сияют всеми огнями Облицованными всеми видами Дорогих отделочных материалов Это отделение пенсионного фонда России И налоговой инспекции Отделение пенсионного фонда уже 15 лет Как сияют А отделение налоговой инспекции По крайней мере в Москве Облицовано дешевым китайским пластиком По-моему Как мне казалось всегда Мне мой друг рассказывал Что он поехал закрывать ИП В город Железнодорожного Так получилось что он житель Железнодорожного А его инспекция почему-то находится в электростале И он говорил о том что Электросталь ему напомнила Такие пейзажи от Тарковского Там же когда едешь на электричке Видно вот эту электросилу Или как она там называется Этот завод крупнейший С советских времен Он такой там где-то работает Где-то не работает Где-то полуразрушенный И блуждая между вот этих вот Пятиэтажек Которые еще во времена Хрущева строили Он вдруг увидел Такой знаете Сияющий инопланетный корабль Это и было Нужно ему здание Налоговой инспекции То есть Ну может быть Электросталь Он так образно сказал Что это было похоже Он такой человек Бесклонный по этического восприятия Это было похоже На новенький катетер На руке Умирающего больного Такой новенький Сияющий На руке Умирающего наркомана Да безусловно Это правда Это правда Ну так вот И значит Этому нашему индивидуу Движущему силу экономики Ему дали по башке Вот этим фискальным поленом Вывернули карманы Наклонили И дали пендали там По отношению к банкротству Ну и что мы так Куда мы так доразвиваемся Старина Вы все время Говорите о российском государстве Как о чем-то Стремящемся к развитию Что за галлюцинация Российское государство Сколько я могу судить Это моя гипотеза Это машинка Для разграбления данной территории Для разграбления советского наследства До 90-х годов До фолта 98-го года Разграбили материальный капитал Приличие товарища Путина Заключается в том Что он сумел Консолидировав власть Продолжить процесс Организовав Или не мешая организации А это очень сложная задача Разграбление организационного капитала Начиная с реформы РАО и с России И социального капитала Начиная с монетизации льгот Вот и все Где здесь развитие Зачем развиваться А вот Я Извиняюсь Условия для воспроизводства Долгого Вот этого Государства Путина Как Сурков писал Ну в общем-то Понятно, что исчерпано Сужается Кормовая база Даже для элиты Давайте возьмем Это слово В устные кавычки Потому что нас ругают Когда мы этот термин используем Но оно на плаву Мы же видим, что оно на плаву А вот что с запасом плавучести Его Понимаете Оно не тонет пока Я извиняюсь Оно же не в воде плавает Как то, что вы имеете в виду Цветок в проруби Плавает в воде А наше государство Плавает в глобальной конкуренции А в мире Деградация других государств Кроме китайского Ее значительно быстрее, чем у нас Это правда Вот бесконечный сюжет Russia Today Это правда В Германии Выпала двухмесячная норма осадков За три дня 189 только опознанных трупов Больше тысяч Около тысяч людей пропало без вести Это было возможно в Германии Семесятых годов Нет Там ливневая канализация еще работала Пардон Возможно было существование Ноу-гоу-зон 758 По состоянию 2010 год Населенных Арабами и прочими Мусульманами И неграми Сенегала Во Франции В 70-х годах Куда белый не может зайти Да невозможно Если бы полиция не приехала Не разобралась Корсиканцы бы разобрались Что за ерунда Спецслужбы бы разобрались Вот вы о Германии сказали Я извиняюсь Опять цифры Вот износ основных фондов Вот сейчас на данный момент Если я ничего не путаю 49% Нефтяна 57% А в 91 году Кстати было Я случайно Специально уточнил 26% И все говорили Про отсталый совок Вот когда тема Вот этого вот Износа О котором Пусин говорил Говорят только про школы Начнет вот критически влиять На жизнь страны У вас Это вы про Россию говорите? Про Россию говорю Но вы знаете У нас износ основных фондов Это крайне условная величина У нас жилищно-коммунальное хозяйство Нашей страны В начале нулевых годов Кроме Москвы и Питера Было изношено в ноль Но количество серьезных аварий Было крайне ограничено Был даже такой термин Проблема 2003 года Ну да В 2003 году На Сахалин Самолетами завозили радиаторы Еще советские чугунные Так сказать Центральное отопление Но не более того Не было катастроф Когда у вас Сделана система Надежно по-советски Она функционирует Еще очень сильно Долго После своего 100% износа Знаете, когда закончилась Римская империя? Когда перестали Акведуки работать, да? Да Когда перестали работать Акведуки Там в 570-е Годах Нашей эры То есть Рим был ликвидирован Как столица Технологий Там в 440 Каких-то годах В 430-х годах Полтора века После этого Работала система По-нашему ЖКХ Не то, что без ремонта А вообще без пригляда Да Тогда технологии были попроще Так сказать Вода своим ходом Текла с гор Ну и что? Принцип тот же самый Мы это проходили В 2003-м году И это первое Второе Наша трагедия Сегодня трагедия мира В том, что нам не нужна Такая Такие мощности Которые были В Советском Союзе В Советском Союзе В каждой подворотне Стоял завод Производство тракторов Сейчас один Чебоксарский завод Производит бульдозеры Знаете, когда у нас Начнется модернизация У которых Энергонасыщенность Там в 10 раз выше Чем обычного бульдозера Когда у нас Начнется модернизация Нужно будет 5 таких Чебоксарских заводов Хорошо Но 6-й уже некуда Будет всунуть Просто Нет А Волгоградский трактор На который 6-я армия Паулиуса Не добила Вы видели эти развалины? Кстати, друзья Внимание на экран Вот что из себя Представляет предприятие Сегодня Простите, пожалуйста Александр Георгиевич А кто такой Паулюс По сравнению с Чубайсом? А кто такой Паулюс По сравнению с Силуановым И Набиулиным? Я думаю Если мы сравниваем Такие исторические фигуры Как Скажем Гитлеровских фашистов Российских Либеральных информаторов Мы прекрасно знаем Кто нанес Больший ущерб Нашей стране Даже в сугубо Демографическом выражении Просто статистически Видно Что волна От либеральных реформ Яма демографическая От либеральных реформ Страшнее Чем от гитлеровского Нашества Дальше У нас Вот я привожу пример Что наши Яхты наших олигархов По водоизмещению Больше военно-морского флота Российской Федерации Когда это нашим морякам Военным сказал Это была Скажем так Не совсем адекватная реакция На мой взгляд Потому что они объяснили Что сегодня Изменилась Изменились технологии Сейчас не нужно строить Авианосца Но конечно С резиновой лодки Зодиака Вы авианосец Не утопите А для того Чтобы утопить Авианосец Вам нужен корабль Ну величиной Половину Сейнера Рыбацкого Все Больше не надо Просто Физически Не надо Но Новые технологии Сейчас появляются С такой скоростью В военном деле Что запускать Серийное производство Бессмысленно Потому что Пока вы это запустите В серию Это все уже устареет Как фанерные бипланы Устарели В начале 30-х годов С появлением Цельнометаллических самолетов То есть нужно выпускать Какие-то ограниченные серии Под ограниченные конфликты В ограниченном конфликте Конфликты будущего Это локальные конфликты Глобальные и вольные Невыгодные В глобальном мире На сегодняшний день Захват и удержание территории Конкретно поставлю Вопрос Захват и удержание территории При помощи Точечных ударов По инфраструктуре Для того Чтобы Условно Взять Нагорный Карабах Азербайджану Не нужно было Завоевывать его Достаточно было Дезорганизовать Армянскую руководство И взять Две ключевых точки Все После этого Половина Нагорного Карабаха Ушла под их контроль То же самое В конфликтах между странами Это же касается И техники Обычной Нам не нужно Много заводов Нам не нужны Десятки тысяч заводов Для того Чтобы удовлетворить Потребности Даже модернизации России Масштабы Индустриализации Должны быть На порядок Меньше По количеству Заводов Чем при Сталине А по количеству Рабочих мест На два порядка Меньше Да Новое производство Не создают Рабочие места Это гибкие Автоматизированные Производственные линии А вот для того Чтобы Воссоздать Советскую цивилизацию И воссоздать Большой свой мир Можете звать Коммунистическим Можете звать Русским Разница на самом деле Те же самые Цветочки Только в профи Для этого Нужно Провести Индустриализацию В масштабах Примерно Тридцатых Годов Но все равно Рабочих мест Будет на порядок Меньше чем тогда А что с этим делать Новая индустриализация Не создает Рабочих мест Придумывать Другие смыслы Для человека И в этом отношении Вот это вот Либеральное Людоедство Оно абсолютно Правильное Потому что Если вы Проигрываете Конкуренцию За то Чтобы пойти Наладчиком Роботов Вы садитесь У себя В инстаграм Начинаете Вышивать Крестиком На минималке И шикарнейше Себя чувствовать И парите В горных высях И катаетесь Ну Глобального Туризма Уже не будет Но По большому Советскому Союзу Можно будет Покататься Наш Срочные Ну Какой При советской Власти Был Коллапс В социальной Сфере Был Дефицит Потребительских Товаров Жесточайший Кошмарный И то В последние Годы Да Это было Но это не Коллапс В социальной Сфере Коллапс В социальной Сфере Сейчас Это когда Пенсии не платят Когда пенсионный Возраст На 5 лет Это коллапс Да Это коллапс И дефолт И это имеет Жесточайшие Политические Последствия Знаете Я хорошо Отношусь К Путину Просто потому Что я примерно Представляю себе Что это за работу Президент Президент Страны С ядерным Оружием И Не Эстонии Не государство Маврики А Российская Федерация Даже обгрызенная Российская Федерация Вот И особенно Когда вы Не можете Или не хотите Служить народу Но После того Как он Повысил Пенсионный Возраст Там было Очень забавно Было Объявлено Повышение Пенсионного Возраста И люди К Путину Там Очень был Короткий Момент Когда люди Еще терпимо Относились К Путину Помня Крым Но при этом Категорически Не принимали Повышение Пенсионной Реформы А потом Он выступил И призвал Всех понять Ну как У ТНТ В нашей Раши Был сериал Что С тобой делать Мелкий Безумный Хулиган Понятие Простите Вот Путин В таком же Стиле Выступил Как это Там Какой-то Армянский Актер Он очень Долго Колебался Михаил Геннадь Его Как-то Репортер 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 Знаете Что Гитлер Колебался По поводу Окончательного Решения Еврейского Опроса С 32 По 43 Год Только В январе 43 Года Было На конференции Вайнзее По-моему Было Окончательно Принято Это Решение Но Может быть Январе 42 Я не Помню Извините Он Тоже Долго Колебался Знаете Многие Маньяки Тоже Долго Колеблются Но Это Не Означает Что Это Их Колебания И добрые Пероначальные Пожелания Как-то Семягчают То Что Они Сотворили Николай Второй Николай Второй Хотя Алкоголик Был Вполне Нормальный Человек Он Просто Как бы Уничтожил Свою Страну Он Уничтожил Империю Уничтожил Свою Цивилизацию А то Что Он При этом Колебался Мысль Душой Страдал Ну да Есть Такой Термин Душевно Больной Который Душой Болеет За что Нем Да Это Никому Не Интересно Важны Решения Иногда Судьбоносные Решения Принимаются По совершенно Анекдотическим Причинам Мелким Частным Эгоистичным Михаил Геннадьевич Не Устали Работаем Час Сорок У меня Остался Очень Серьезный Вопрос По Национальному Государству И я бы Добавил В наш Эфир Немножечко Чтобы Зрители Немножечко Поразвлечь Вот был такой Аристотель Из города Стагира У него есть Такие В его Сочинениях Они не Озаглавлены Никак То ли в шуб То ли Всерьез Были у него Там такие Наставления Тиранов И один Из пунктов Не цитирую Но близко К сути Значит Было такое Наставление Приносить Бесконечные Обещания И обнищание Держать Людей Занятых Выживанием Либо масштабными Работами Или войной Чтобы подданные В такой Обстановке Всегда Нуждались В руководстве Но тут Макиавелли Отдыхает Я хочу сказать Но это Не основное Замечание Это Статическое Общество В статическом Обществе Нет проблем Вы должны Людей Держать В состоянии Животных И тогда Они не восстанут И все у вас Будет хорошо Но это Общество Статичное Сейчас общество Динамичное Вы Замедлитесь Вас Съедят Вас Съедят Если вы К людям Будете Относиться Как животным Как доктор Мясников Довести человека До животного Состояния Ничего не стоит Две недели Держите В состоянии Неопределенности Не кормите Мясом Произвольно Наказывайте Произвольно Пощайте Через Через три недели Да И загружайте Тяжелой Физической работой Бессмысленной Желательно Через три недели 95% Превращается В растение Ничего сложного В этом нет Технология Отработана Со времен Британского Колониализма Простите Пожалуйста Даже еще Со времен Успанского Колониализма Просто они Извините Это ничего Это у вас По скайпу Кто-то хочет Услышать Ничего страшного Да Понимаете Никаких проблем В этом нет Испанцы С инками Развлекались В Южной Америке И Центральной Америке Так развлекались Ничего сложного В этом нет Но это возможно В статичном Обществе Как только Вы блокируете Развитие Вас ликвидируют Как ликвидировали Испанскую империю Все Лавочка закрывается И мы Этот путь Путь доктора Мясникова Путь испанских Колонизаторов И британских Колонизаторов Для нас Недоступен Потому что Если Людей Превращать в животных Это не сложно Это совсем не сложно Но тогда Съедят конкуренты Точка Даже не китайцы Съедят Украинцы съедят Еще один пункт Из наставлений Тиранам Проявлять жестокость Спадшим политическим Противником Назидания Соперником Будущим Я же говорю Макеавелли Дванок Это близко Знаете К рыбийному Фольклору Игре Моей юности Упавший игрок Считается частью Газона Шутят Рыбисты Вот А у нас На самом деле Если говорить Серьезно Вот В этом Политическом Хаосе Который Наступит С оппонентами Жестко Будут Расправляться Что вам Чутье Говорит К чему Готовится Вообще Победит Тот Кто сможет Действовать Не по древнему Греку А по древнему Русскому И милость к падшим Призывал Принцип Очень простой За счет Чего Ленин Стал руководителем Страны За счет Помимо всего Прочего Абсолютной Объективности Есть дело Которое Мы должны Сделать Неважно Революция Или план ГЛРО Или подавление Христианских Восстаний Или организация Кулацких Хозяйств Под видом Кооперативов Неважно Есть задача Если вы Готовы Участвовать В решении Этой задачи Мы даем Вам полномочия И сдуваем С вас Пылинки Будь вы Конченым Контрреволюционером Вы в меня Вчера стреляли Но если Сегодня вы Работаете Вперед Успеть Классический Пример Восстания Левых эсеров Ага Такие они Были чудесные Левые эсеры Товарищ Дзержинский Поехал В их логово Не подавлять Восстания И не уговаривать Он к ним Поехал Принимать Командование Это был Мятеж Свердлова Из Дзержинского И многих Многих других Против Ленина Но приехав Он увидел Там конченный Бардак Он понял Что против Латышских Стрелков Вот этот Сброд Ничего Сделать Попил водочки И уехал Обратно Что кто-то Про это не знал Знали Когда умер Дзержинский В 26 Году Потому что Он после этого Встал на сторону Громо говоря Властей Революционной И выполнял Исключительные Важные задачи История С военсписами Там Джунтовский Человек Который давил Революционное движение Кончил жизнь Личным советником Сталина На его даче В Крамужин Извиняюсь На собственной Даче В Крамужин Умнейший Человек Эпохи Который Приход Большевиков К власти Представал В 14 Году С началом Первой Мировой Еще успел Получить пенсию От советской Власти Как пострадавший От царского Режима Типа Главные Полицейские Москвы Или что-то В этом Душ Много Таких Примеров Было Побеждает В конкуренции Тот У которого Больше Ресурсная База Если Вы Решаете Задачу Только Захвата Власти Вам нужно Строго По-древнему В реку Ликвидировать Всех Кто с вами Не согласен Но как Только Вы решаете Задачу Конкуренции Не в оперативном Плане А в стратегическом На длинном Временном Промежутке Ваша задача Не просто Захватить Власть Как Ленин Говорил Мы Россию Завоевали Теперь Ее надо Убедить Зачем Убеждать Людей В условиях Красного Террора Революционного Кто не согласен Вот стеночка Рядом От старого Режима В чем проблема Потому что Дальше Нужно Участвовать В глобальной Конкуренции За счет Чего Развивалась Русская Цивилизация За счет Того Что Носители Русской Культуры Считают Своими Любого Кто Не доказал Свою Враждебность Причем Доказал Осознанной Подлостью Ребята Хотите С нами Идите С нами Нет проблем Мы строим Общий дом Которым Будет место Для черных Для зеленых Для красных Для белых Какие проблемы Заходите Давайте вместе Пахать землю Точка Ее на всех Хватит И победит Да Будут побеждать В локальных Конфликтах Самые жестокие Как В гражданскую Войну В локальных Стычках Будут побеждать Самые жестокие Сражения Будут побеждать Самые жестокие А войну Выиграет Самый гуманный По Пушкину А не по Аристочину Потому что Милость к падшим Призывал Что это такое Это значит Что падший Будет работать На вас Он будет Работать На вас Если есть задача Работать А если есть задача Поддерживать А если есть задача Пограбить А если есть задача Пограбить То вы покойник Вы классический Живой труп Потому что Задача Совместного Грабежа Заканчивается Резненным Сундуком Сокровищем И тот Кто побеждает Подыхает От нехватки воды На этом самом суть А вот вопрос Такой интересный Михаил Геннадьевич Вот как-то Сергей Ирванович Кургинян Рассуждая О Ленине Сказал Что Заметил Он вообще Замечает Довольно-таки Интересные вещи Которые вроде бы У всех на виду Но почему-то Никто не обращает Внимание Он сказал Что Ленин Вернулся в Россию Относительно Здоровым человеком И в последующей Семь лет Он просто сгорел Да Вот в этой Политической борьбе В этих сверхусилиях По выведению страны Ну в какое-то Более-менее Живое состояние Из разодранного И обескровленного Вот И Но Вместе с тем В этот период Ну действительно Решался очень большой Объем задач Которые в нормальном режиме Вот я сейчас смотрю На нынешнюю элиту Они все зожники Вот Владимир Владимирович Нам про что рассказывает Я говорю Сделал прививку Положил градусник На тумбочку Потом там Принял душ Кстати Товарищи Контрастный душ Принимайте Очень укрепляет Иммунитет Нервную систему Там и так далее Вот Так вот Когда мы пройдем Вот через это все Горнила кризиса Там и так далее Понадобятся люди Которые будут работать Ну примерно Помните Как те люди О которых вы рассказывали Первые наркомы Их можно было отличить По цвету лица Эти люди находились В закрытых помещениях И значит Очень много курили Да У них был серый цвет лица Не бледный Сейчас вообще На это кто-то способен Или вот Все-таки Казачков там Прав Мы все тут Это самое Мой любимый Сюжет Есть такой фильм Особенности Национальной охоты И там Корова Попадает В бомболюк Самолета То есть Классическая фраза Жить захочешь Еще не так Раскорячишься То есть вы оптимист В этом смысле Конечно Абсолютно оптимист Понимаете Министра Который способен Только бухать Элитные вина В перелетах И потом еще Прихватывать эти вина С собой За государственный счет Они конечно Управлять не способны Ничем Паренькая поправочка Ленин сгорел За пять с половиной лет С апреля 17 По Октябрь 22 Но за эти Пять с половиной лет Была построена Новая цивилизация Современные Медицинские технологии Они спасли бы Не только Пустина Они спасли бы Ленина И он со всеми Этими перегрузками До 80 лет Дожил бы совершенно спокойно Легентарно Спокойно Вот Так что с одной стороны Мы живем в других Технологических условиях А с другой стороны Побеждает тот Кто борется А кто-то Студенческим языком Говоря Вот мы способны Скремниться Когда мы увидим Впереди Как Стругацкие писали Океан смерти Есть две возможности Либо развернуться И всю жизнь Перед вами будут тянуться Кривые окольные тропы Либо Либо этот океан смерти Нужно там Осушить Слить его куда-то Превратить В азию Жизнь И надежды И вот у меня Такое ощущение Вот я наблюдаю людей Они сейчас озлоблены Михаил Геннадьевич Созидательного В настроениях Я ничего не вижу Есть непонимание Есть какая-то Вот знаете Просто ментальная растерянность Эмоциональная растерянность Я на них смотрю И говорю Ребята А где вы были Эти 20 лет Мы были на дачах Но весело вам там было Хорошо Шашлыки пожарили Молодцы Вот сейчас будете расхлебывать Этот расслабок Предыдущих лет Ты пела Это дело Ну Сейчас попляшем Ну Во-первых Поздние стругацкие Это певцы Все-таки распады Это декаденты Это люди Которые удивительно На протяжении Одной жизни Выразили И Революционный порыв К светлому будущему И отчаяние И полное Распражение Всего и вся Художники хорошие Но Простите пожалуйста Если перед вами Стоит задача Пробивание Стены лбом Да Стена гнилая К ней развалится Как говорил Владимир Ильич Ленин Но ее все равно Придется пробивать Лбом Другого инструмента Нет То О чем Кроме озлобления Можно вообще На что можно Опираться На то Чтобы построить стену Еще лучше Еще выше этой Нет Сначала нужно Вырваться На оперативный простор Сначала нужно Вернуть себе Историю Сначала нужно Вернуть себе Стратегическую Историческую Инициативу Только потом Можно переходить К созиданию Так что Озлобленность Людей Это Неосознанно Инстинктивная Реакция Настоящая Перед этими людьми Исторические задачи Вот и все Как говорит Лапушкин В людях Должен созреть Потенциал Для скачка На другой уровень То есть Речь не идет О каких-то беспорядках Речь идет О переформатировании Страны Для этого Должен накопиться Определенный потенциал Это не как У желтых жилетов Речь идет О нормализации Страны Речь идет О переводе Государственной машины С режима Если я правильно Его понимаю Разграбление На режим развития Созидания Это крайне сложная задача Крайне сложная Да Ножом Можно резать Людей Можно резать Хлеб Но нож Существо Не органическое А органический Тигр Который поел Человеченки Доставить его Уступать в цирке Начать пахать На нем Это можно Просто это сложно Это задача Нам предстоит Сегодня решать Наш тигр Человеченки поел Теперь пора Его запрягать Ну вот я вам хочу сказать Меня как-то Михаил Леонидович Хазин Экзаменовал В прямом эфире Такой задачкой На сообразительность Он говорит Вот представь себе Саша Ты стоишь перед стеной Двери нет Ключей нет Стена высокая Пройти надо Что будешь делать Я Эзотерик со стажем Я говорю Михаил Леонидович Смотря кто я По Кастя Если я работник Я заплачу Уйду Если я Купец Я там Закричу Ау Есть кто-нибудь Народ Там киньте Лезь Суверев Перелезь хочу В итоге У меня ничего Не получится Я там Тоже значит Уйду Если я воин Для меня нет проблем Там где я стою Там и дверь Я ее пробью Головой И если я ведущий Да Я пойду И поищу дверь Ну потому что Стен без двери Не бывает Да Где-то должен быть Проход Так вот Что касается Этих воинов И ведущих Как известно А Михаил Ильич Какой вариант Вам предлагал Ну тоже Поискать двери Он заведующих И играл Ну то есть Нет Он-то кастовую теорию Не знал Вот Просто Там так совпало Интересно Вот И я Потому что Я подумал о том Что нужно взять Лопату И вырыться подкоп Ну вы Вы как воин Действуете Да Если это То есть Надо выходить За рамки Выставленных тебе Условий задач Пройти надо Сделаем дырку В стене Или подкоп Это одно и то же Ну так этих воинов Их 0-0-0 Там что-то процента В периоде От общего населения Земли У нас их вообще нет Вот кто из них Воин Вот из действующей Политической элиты Вот кто хотя бы Формально Отвечает Они все уже Не во власти И знаете Что они говорят Эти воины В частных беседах А мы не хотим Впрягаться за этот народ Михаил Геннадьевич Это не народ А стадо баранов Я не называю фамилии Чтобы людей Так сказать Не подставить И не это самое Но это люди Которые Ну нам Потребность Рождает функцию Кто создал Донецк И Луганск Электромонтеры Какие-то там Артисты По случаю Реконструктор Не вещь Что себе Замнивший Мы сейчас Видим его Комментарии И люди Самые простые Самые странные Потребность Рождает функцию Позиция Я не хочу Впрягаться За этот народ Это знаете Это позиция Михаила Чевчевелера Которого я Один раз Слушал на эту тему Пять минут Мне хватило У которого Была позиция Предельно простая Сволочи Что ж вы Меня-то Не позвали Все Детская обида Вот Обижаться на народ Может тот Кто не является Его частью А решение Задач Осуществляет Осуществляет Тех Кто является Частью Этого народа Пехота Решает задачи Пехота Знаете Говоря об актуальных Вопросах Современности Не могу не упомянуть О правосудии Значит у нас Сейчас Оправдатель О правосудии Не смейтесь Михаил Геннадьевич Есть такое понятие Я не спьюсь Я плачу Это из журнала Крокодил Да Это значит У нас сейчас Оправдательных Приговоров 0,2% При Осипе В два раза Выросла за последние Пять лет Доля В два раза За последние Пять или семь лет Выросла доля Оправдательных Приговоров Была 1,1% А сейчас 2,2% При Осипе Виссарионович Давайте для зрителей Скажем Вы эти цифры Знаете лучше Чем я Процент Оправдательных Приговоров Доходил до 10 Причем даже В годе войны Нет 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 В сороковом Году Было 12% Оправдательных При царе Батюшке Покойники Алкоголики Надо сказать И до 30% Находило Вот люди Которые Сейчас Вершат Неправильный Неправедный суд Вот с них Понятно Что наверху Будет особый спрос Потому что Как известно Иисус Христос Был предан Неправедному суду Там с них Будет особый спрос Это точно Но вот Эта система Она вообще К чему Может привести Вот в самой Ближайшей Временной Перспективе Вот это вот Все В самой ближайшей Временной Перспективе Ни к чему Потому что Люди будут Продолжать Терпеть У нас Проблема Не в Платошкинах И не в Ступинах Которые сейчас Лишают адвокатского Статуса За то Что он депутат Мосгордумы И смеет защищать Москвичей От этого Бюрократического Монстра Проблема в том Что эта система Уничтожает Людей Обычных Людей Она пощает Организованную Преступность Которая Убивает Стариков Ради Квартир Она пощает Мошенников Которые Отбирают У людей Последние И так далее Это война Криминала Против людей И проблема Не в самом криминале Проблема в том Что криминал Дефакто Защищается Государством В том числе Системой правосудия Попробуйте Осудить Какого-то Члена Этнической Преступной Группировки Да это невозможно Ну или почти Невозможно Согласитесь Вот А в результате Происходит Как бы Процесс Делегитимации Власти Когда власти Говорят Не то что вы плохие Не то что вы Несправедливые Ребята Вы кто такие Вообще Вы по какому праву Смейте Вы команды Вы быдло На мерседесах Точка Вру Неправильно Вы быдло На майбах Вы никто Как это Алиса Сказала У Кэрола В Алисе В Зазеркале Вы просто Колода Старых карт Вот и все Вот это Разогревает Людей Очень сильно Михаил Геннадьевич Ну и завершить наш эфир Хочу серьезнейшим вопросом История из жизни История из жизни Есть такая Конспирологическая Антироссийская Мулька Что настоящая Фамилия Путина Шеломов Да Вообще Известно И вот Мне ее Рассказывают Там раз в полгода Последние Лет 7 В большинстве Случаев Фигурирует Фамилия Не Шеломов А Шемякин Помните В связи с чем Шемякин суд Это синоним Неправильного суда Шеломов Хорошая фамилия Шлем Воинская фамилия Ну Каскин По-современному Будет Да А Шемякин Это фамилия Ассоциирующаяся С неправильным судом И вот Люди Которые Во все это верят И всему этому Придают какое-то Значение У них Произошла Трансформация В силу Существования В едином Культурном коде Не Шеломов Не воинская фамилия Шемякин Интересная сцена Я бы сказал Я бы сказал Почти философ Я сначала Первые разы Я удивлялся А потом я понял Нет Это культурно-исторический факт Насчет культуры И насчет истории Завершая наш эфир Не могу вас спросить Как бы О предполагаемых конструкциях Будущего государства Российского Значит термин Прекрасная Россия Будущего Уже как-то Знаете Не могу употреблять Уж больно Но для всех Это нечто разное То есть Вот если даже Начать сопоставлять Что для меня Прекрасная Россия Будущего О, тут можно Такого наслушаться Или у кого-то Другого спросить Ну в общем-то Так или иначе Постсоветская Россия Перестала быть империей Это бесспорно Национальным государством Она не стала Это я предполагаю От идейной Ментальной растерянности От невежества От заговоров Наверное Англичанка гадин Госдеп рулит Ангел там Пухлым пальчиком Грозит Как Розенбаум пел Вот Но между тем Михаил Геннадьевич Смотрите Вишенка на торте Нашего эфира Что такое Национальное государство И вообще национализм Это нечто Что проповедует Верность И преданность нации Работу на благо народа Политическую независимость Культурное И духовное возрастание Защиту условий Жизни нации Территориальных И экономических ресурсов А также Духовных ценностей Финальный вопрос Кто или что Может быть против этого И почему нет Никаких электоральных Последствий Вот партия Которая возьмет Это на щит Кто против нее Вообще устоит Ну если только Люди не поймут Что их не дурачит Там очередной раз Что это никак Есть маленькая проблема Нация Это по крови А русские Это по культуре Поэтому наше государство Не может быть Национальным Это будет Недоэстония В границах 15 века Наше государство Может быть Только культурным И цивилизационным То есть Империей Поражаясь Вашим языком То есть Не светит Вариант развития Нам надо Где проходит Где Я всегда спрашиваю Вот этих вот Национал-демократов Говорю Ребят А где проходит Северная граница Северного Кавказа Так Если смотреть По расселению Она к югу От Мурманска Или все-таки К северу От Мурманска И люди Ответить на этот вопрос Не могут Физически Границы Проходят По культуре Хочешь Жить В русском Государстве Будь носителем Русской культуры Да Четырех Десятков Других культур Да сколько угодно Но ты старайся Не будешь Стараться Выпадешь Проиграешь конкуренцию Отправишься Добывать ценные Полезные скопали Будешь Справляться С конкуренцией Будешь Министром Управитель Все Все Только так Как только мы Говорим О национальном Государстве Даже о национальном Русском Государстве А Россия Все еще Моноэтническая Страна Давайте это подчеркиваем По правилам ООН 80% Одной нации У нас 80% Или 82% По моему Дима Демушкин Нет 84% В общем У нас 80% Еще мы превышаем Но у нас Нет национального Чувства По крови Это специфика Русской культуры Она может не нравиться Сколько угодно Ребята Нет проблем Почему проиграло Белое движение Потому что Оно не считало Инородцев Людьми Очень искренне Не считало Всех этих Эстонцев Финнов Холмыков И прочих А большевики Считали Потому что Они были Русскими По культуре А не Дворянскими По культуре И выиграли За счет этого Да это потом Чудовище Наукнулось При создании Советского Союза Когда Племена Получали Статус Народа И создавали Собственные Национальные Структуры Но это Другая ошибка О которой Кстати Путин говорил Вполне справедливо Правда Не совсем Корректными Словами Но идея Была Правильная Просто Когда что-то Решается Исходя из Сиюминутной Задачи И это Сработало И это Хорошо и Удачно Очень сложно Потом пересматривать Правильные решения Потому что Десять лет спустя Осталось неправильно На коллективизацию Хватило На пересмотр НЭПа Хватило На пересмотр Коллективизации Введения Рынка Хватило Сил На национальные Вопросы Сил не хватило Но это Другая история По моему глубокому Сожалению Мы по культуре Мне было очень приятно Когда один мой знакомый Который Выглядел Полностью Татарское лицо Вот классический Татарин При этом Как положено Русский националист И объясняет Мне про кровь Я говорю Родной Ты себя в зеркале Когда последний раз видел Нет Я русский А девятым Я не видел Никакого противоречия Потому что Мы Это улуд жучи И империя Челдисхана От моря до моря Я не вижу Татарское лицо Не мешает быть Русским националистом Никак вообще Монгол Слушайте Все мои знакомые Русские националисты Евреи Ну там За четырьмя исключения Ну евреи Ну господи Ну и что Были и немецкие националисты Евреи Тоже известные случаи Так сказать И казнены были За свой националист Нашель Грубера намекается Или Нет Нашель Грубера Там были ребятишки Помельче Вот Но 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 Это вопрос культуры Немецкие Немецкие бароны Прибалтики Аззейские бароны В массе своей В Первую мировую войну Воевали С немцами На стороне русских Честно Это был вопрос Не только Личной присяги царю Не только Феодальных отношений Это был еще вопрос И культуры Они были русские По культуре Хотя и немцы Тоже Да Известен случай Когда эфрейтор По фамилии Гитлер За бои под Москвой Получил медаль За отвагу Его в знак милосердия Писали через Х Хитлер Я не забыл Как его звали Герман что ли Да еще Герман Вот Вот как это работает Лучше только фриц Я не помню Я не помню его имени Я правда не помню его имени Но это работает так Как только Вы определили Сжимаете себя До крови Вы отсекаете Огромное количество людей Которые являются Вашими союзниками Вы выигрываете сражения За счет ожесточения Но вы проигрываете войны Национализм Вообще Вот он ассоциируется С этнической Расовой Религиозной Нетерпимостью А вот Как это должно быть Главный вопрос Такой слоган Главтема Помните Со старых времен Как это должно быть Вообще Нормально Национализм Существует В природе Вы знаете Француз Кто-то из великих Сказал Типа В 50-е годы Национализм Это ненависть К чужим Патриотизм Это любовь К своим Неправильное На мой взгляд Определение Национализма Совсем неправильное Но принцип Очень простой Вы должны Любить своих И совершенно Нейтрально Относиться К чужим И очень жестко Проводить эту границу Ну что друзья И вы должны признавать И вы должны признавать Это очень важно И это Одна из Новаций Русской культуры Которую русская культура Внесла В копилку человечества Просто брать Эту новацию С этой копилки Некому Что если чужой Хочет и может Быть своим Он имеет право Стать своим Точка Это было Нормой Для феодальных Отношений Это стало Невозможным В эпоху Промышленности Когда собственно Появился Феномен Нас Но мы Перескочили Капитализм В своем Развитии И это Нормально Это наша Конкурентоспособность Негр Может быть Русским А подонок И вор Быть русским Не может Даже если У него Все Его предки Русские Без единой Примеси Чего бы то ни было На этот счет Есть замечательное Слово Вырос Типа Выродок Не человек Ну что друзья Как вам этот Разговор Об актуальных Вопросах Современности Надеюсь Что Это вызовет Некую волну В комментариях Друзья Только мы С Михаилом Геннадьевичем Вас призываем По-прежнему Быть корректными У меня тут Уложился Взгляд На Правильную Модерацию Которая должна Быть на канале Я в общем-то Ее особо не менял И во многом Меня убедил Михаил Делягин Сказав о том Что И кстати И Краснов Тоже Александр Викторович Сказав о том Что В общем-то У нас Не у канала Михаила Делягина Делягин ТВ И Делягин Реал У Михаила Геннадьевич Два канала Кстати Кто не подписался Подписывайтесь Это У этих предприятий Нет франшизы Средства массовой информации То есть Это такие Знаете Наши индивидуальные Личные предприятия И мы Вы хотели Просить вас Да И в общем-то Мы имеем на это право О корректном Уважительном И таком На самом деле Все совершенно хуже Дело в том Что По действующему Российскому законодательству Если у вас Аудитория Более трех тысяч Человек в соцсетях Вы приравнены К средствам Массовой информации И любой комментарий Который у вас В комментах есть Является частью Вашей редакционной политики То есть Комментарий Приравнен К нашей С вами Публикации Если кто-то матерится Если кто-то оскорбляет Если кто-то призывает К нарушению закона Это не его проблема Это наша проблема Поэтому Я исповедую Комментариям Английскую норму Для того Чтобы газончик Был хорошим Радовал глаз Его нужно Постригать Триста лет Если что То это не про газончик А про людей Поэтому Ежели кто Ведет себя неправильно Я его баню Не говоря лишнего слова Это прагматично Это прагматично И практично Это бумага И во всех отношениях Правильно Друзья Я-то отмажусь Дорогие друзья А вы сядете Вот лучше я вас забаню Чем если вы сядете Друзья Это я к чему Все говорил Я надеюсь На добротные Умные Ответственные комментарии По актуальным вопросам Современности И Михаил Геннадьевич Вот когда-то На главтеме Людей очень сильно Мотивировало Что Ведущие эфиров Отвечали на их Конкретные вопросы И мы наверное С вашего позволения Я пообещаю за вас Что если кто-то Соберите вопросы И давайте мы с вами На них конкретно ответим В чем проблема Да давайте мы на них ответим А разговор этот Мы будем продолжать Потому что Повторюсь Из-за чего Этот цикл Передач Собственно говоря Задумал Нас ждет Серьезнейшая Идеологическая ломка Помимо социального кризиса Помимо политического Да И насчет конкретно Ответим Знаете как я Я несколько раз Не становился членом Академии наук Первый раз Первый раз Я знаю Очень модным был термин Был очень модным термин Реальная экономика А дело было в 90-е годы Я говорю Ребят Ну как-то пошло Реальная экономика Давайте введем термин Чисто конкретно Экономика И я вам ее изучу Ну вы себе представили Как я сейчас ее буду изучать Ну и на этом все закончилось Да Ну что Я надеюсь Вам все интересно И мы к этому прилазили Во всяком случае Все усилия Так и будет И впредь И наши эфиры Зеляги нам ценят За то Что люди понимают Что нажимая Так значит На кнопку Выспроизвести Им гарантирован Интересный Глубокий Местами с юмором И содержательный разговор Так будет и впредь Мы вас уверяем Друзья Спасибо вам за внимание Ковид Значит Идет вниз Кривая идет Отвесно вниз Ну оставайтесь здоровы Не расслабляйтесь Берегите себя Спасибо вам До свидания Субтитры сделал DimaTorzok